Бердюжский район, административно-территориальное и муниципальное образование в Тюменской области России, административный центр, село Бердюжи. География район расположен в юго-восточной части Тюменской области и на юге граничит с Республикой Казахстан. Площадь территории района составляет 2,8 тысячи км в квадрате. Природа на север района берет свое начало река Оемец, приток реки Вагай. В районе имеется большое количество озер 256 с общей площадью зеркала 29,8 тысячи гектаров, а также два заказника – озеро Тундрово и озеро Песочное. Район находится в лесостепном природном комплексе, располагает значительными сельскохозяйственными угодьями 282,9 тысячи. Га и большим количеством озер 256 с общей площадью зеркала 29,8 тысячи. Га озеро Суффазиона просадочного происхождения преимущественно имеет округлую форму, богатые отложениями ила. Иловые отложения озера соленые соответствуют лечебным грязям. Климат района резко континентальный и формируется под влиянием воздушных масс азиатского материка. Основные черты климата – холодная зима, жаркое непродолжительное лето, короткая весна и осень, короткий безморозный период и резкие колебания температуры в течение года, месяца и даже суток. Среднегодовая сумма осадков от 305 до 315 мм. В отдельные годы в районе возможны засухи. Климатические условия благоприятны для выращивания зерновых, кормовых и других сельскохозяйственных культур. Почвенный покров района благоприятен для ведения сельскохозяйственного производства. Территория района представляет собой полаговолнистую равнину. Повышение имеет форму гриф, ориентированных в северо-восточном направлении. Склоны гриф очень пологие, постепенно переходящие в обширные межгривные понижения. Равнинный характер местности. Недостаточный сток атмосферных осадков обусловили наличие заболоченных участков. В качестве естественных оснований могут быть встречены в геологических разрезах глины с углинки. Основу растительного покрова слагают злаково-разнотравные группировки, чередующиеся с березовыми колками. Кустарниковая растительность представлена порослью лесообразующих пород. Шиповником, боярышником, смородиной, травяной ярус обычно слагают полевица белая, веник девяселый валисный, таволговизолисная, подмаренник северный, костянка, острогал, злаково-разнотравные группировки составляют парей ползучий, мятлик луговой, веник наземный, тимофеевка степная, ветреница лесная, лобазник степной, подмаренник северный, тепчак. По заболоченным лесам осокобереговая, конорейчник, тростник, берега озер, покрытый осоково-разнотравной растительностью, животный мир разнообразен. Из хищников встречаются хорек, колонок, горностай, норка, лисица, волк, широко распространены грызуны, суслики, хомяки, полевки. Встречаются косуля, лось, кабан, заяц, беляк, из птиц, куропатки, тетерева, глухари, на водоемах гнездятся утки, гуси, журавли и дыр. Из рыб в озерах преобладает карась. История. До присоединения Сибири к русскому государству территория района использовалась татарами и скотоводами, кочевниками южных народов тюркской группы. В конце 17 века первые русские отряды были направлены сюда для защиты границ русского государства. Отряды строили защитные крепости, которые назывались городищами. В 1680 году упоминается городище Орлова, в 30 километрах от Бердюжи и городище за селом Уктус. С этого времени начинается земледельческое освоение края. Первые гражданские русские в нынешнем Бердюжском районе – это крестьяне из Пермской губернии. Они занимались земледелием, скотоводством, ремеслами, населенные пункты строились группами. Крупные поселения назывались Слободами. Росло число деревень вокруг Слободы и Бердюжи. В 18 веке появились переселенцы из Орловской, Воронежской, Тамбовской губернии и других районов России. Много было ссыльных крестьян за участие в Пугачевском восстании, а также переселенцев из Тюмени. За годы советской власти осуществлена обширная программа развития объектов жилищного, социально-культурного и бытового назначения. Построены дороги с твердым покрытием. Район полностью электрифицирован. До райцентра подведен газ по газопроводу. Сформированы сети общеобразовательных, культурных, спортивных и медицинских учреждений. Население, административное деление. До революции Бердюжская волость входила в состав Ишимского уезда Тобольской губернии. С 5 апреля 1918 года волость в составе Ишимского уезда Тюменской губернии. С 27 августа 1919 года в Омской губернии. С 21 апреля 1920 года вновь в составе Тюменской губернии. Район образован на основании постановлений в ЦИК от 3 и 12 ноября 1923 года в составе Ишимского округа Уральской области из Бердюжской, Истошинской, Пегановской, Уктурской, Калмакской, части Лактинской и части Рожевской власти Ишимского уезда Тюменской губернии. В район вошло 22 сельсовета – Бердюжский, Босануговский, Воробьевский, Гагаринский, Зарословский, Истошинский, Калмакский, Крашеневский, Кутыревский, Кушлукский, Улуговский, Мурашевский, Нестеровский, Новорямовский, Окуневский, Астанинский, Пегановский, Письяновский 1, Письяновский 2, Полозаозерский, Старорямовский, Уктурский. Постановление имев ЦИК от 10 июня 1931 года. К району присоединена территория упраздненного Армезонского района. 17 января 1934 года район включен в состав Овско-Яртышской области, 7 декабря 1934 года передан в состав Омской области, 25 января 1935 года разукрупнен. При этом во вновь образованный Армезонский район отошло 16 сельсоветов, бывших в нем до упразднения, а также Калмакские и Наварямовские сельсоветы. Усть-Малочерковский сельсовет остался в Бердюшском районе. 19 сентября 1939 года упразднены Воробьевский, Крашеневский, Кушлукский, Луговский и Астанинский сельсоветы. Усть-Малочерковский сельсовет передан в Галышмановский район. Указом Президиума Верховного Совета СССР 6 февраля 1943 года передан во вновь образованную Курганскую область. 14 августа 1944 года передан в состав образованной Тюменской области. 1 ноября 1951 года Басаноговский сельсовет переименован в Луговской. 17 июня 1954 года упразднены Гагаринский, Кутыревский, Луговской, Мурашевский сельсоветы. Акуневский и Песьяновский сельсоветы объединены в Первопесьяновский сельсовет. 1 августа 1957 года Нестеровский и Первопесьяновский сельсоветы объединены в Акуневский сельсовет. 24 марта 1960 года упразднены Зарословский и Старарямовский сельсоветы. 1 февраля 1963 года создан укрупненный сельский район с включением в его состав Армезонского района. 14 мая 1963 года Черковский сельсовет переименован в Яровский. 12 января 1965 года сельский район разукрупнен, преобразован в район. При этом Армезонский, Ивановский, Калмакский, Капролихинский, Красноорловский, Орловский, Прохоровский, Южно-Дубровинский, Яровский сельсоветы переданы во вновь организованный Армезонский район. 14 июля 1966 года образован Зарословский сельсовет. 31 января 1978 года образован Реамовский сельсовет. Муниципально-территориальное устройство. В состав района входят 9 сельских поселений. Бердюжское и сельское поселение. Зарословское и сельское поселение. Истошинское и сельское поселение. Мелихинское и сельское поселение. Окуневское и сельское поселение. Пигановское и сельское поселение. Полозаозерское и сельское поселение. Ремовское и сельское поселение. Уктузское и сельское поселение. В Бердюжском районе 30 населенных пунктов в составе 9 сельских поселений. Упраздненные населенные пункты 27 декабря 2013 года деревни Круто-Берега и Савина-Окуневского сельского поселения упразднены в связи с прекращением существования, достопримечательности, комплексные заказники регионального значения Южный, Окуневский и Песочный, а также региональный памятник природы Минеральное озеро Соленое возле дёр Окунева.